Андрей Шпак, Андрей, прошу вас. Коллеги, добрый день. Так, сейчас я подключу презентацию. Я хотел сегодня поговорить на тему, такую более философскую. У нас сегодня много выступающих, больших профессионалов, и они будут много говорить про... Становится актуальнее, более актуальнее, менее актуальнее в текущей ситуации. Я хотел поговорить, немножко отрефлексировать более философскую ситуацию, ну, точнее, ситуацию с более философской точки зрения, о том, как вот то, что происходит, может повлиять на подходы к структурированному благосостоянию защите активов. Первое, ну, то есть, о чем я хотел поговорить. Первое, это немножко вспомнить, собственно, каков нынешний традиционный подход российских владельцев капитала к структурированию владения активами, собственно, как он складывался и почему он именно такой. Потому что это поможет понять, насколько то, что мы видим, происходящее во время пандемии, может повлиять на это в будущем. Собственно, что произошло, что мы заметили на фоне пандемии и как это может повлиять на подходы к структурированию. Первое, наверное, если мы посмотрим, значит, на то, в каких условиях складывались те подходы к защите активов, которые используют российские собственники, то, наверное, надо плясать от особенностей российской деловой среды. Понятно, что все мы как профессионалы, понятно, у нас у всех, у каждого есть представление о том, как должна выглядеть идеальная структура владения, как она должна консолидироваться, там, какими юридическими механизмами все должны пользоваться. Но, естественно, практика показывает, что подавляющее число российских собственников этим всем не пользуются. можно считать их недостаточно образованными, непрогрессивными, но я всегда исхожу из того, что если большая группа людей достаточно образованных и успешных что-то не делает, а делает что-то другое, что, наверное, есть какие-то объективные к этому предпосылки. И есть какие-то объективные к тому, которые, собственно, приводят к той ситуации, которая у нас есть. То есть это, прежде всего, нестабильный курс рубля. То есть у нас долгое время была высокая инфляция, очень высокое влияние цены на нефть. Чем более, соответственно, волатильны непредсказуемые денежные потоки, тем больше дисконт, соответственно, закладывается инвесторам, которые инвестируют. У нас система защиты права собственности в постсоветское время только складывается, у нас нет длинной истории, много противоречий. И, собственно, на фоне этого многие российские собственники используют один из основных способов – это уйти, снизить эти риски, это снизить прозрачность бизнеса, дробление, запутанное владение как способ защиты активов. Естественно, непрозрачность тоже включается в дисконт. Мы видим, что в России очень слабое деликтное право, то есть это возможность взыскать ущерб с того, кто его нанес. Понятно, что там последние годы развивается тема субсидиарной ответственностью, но, опять же, наверное, с точки зрения теории чистого права, то, как она развивается, вызывает очень много вопросов. И поэтому вот за счет того, что как бы в отсутствии возможности взыскать суббытки собственники не могут в той же мере доверять менеджменту в том, что, соответственно, в случае их ошибки они что-то смогут взыскать, и вот эта вот возможность будет держать менеджмент везде, мы видим, что в России это решается фокусом на личном участии в управлении. И, опять же, за счет того, что у каждого человека есть свои определенные лимиты по поводу того, с чем он может управлять, мы видим, что это все выливается в партнерство как основной способ масштабирования бизнеса. Практически каждый там крупный, более-менее российский бизнес, за резким исключением, это всегда партнерский бизнес, что, естественно, накладывает большие дополнительные сложности в части структурирования. Опять же, за счет личного управления большая доля, соответственно, доходов получения... ...выводят к более низким оценкам. Вот я последние пару лет вместе с инвестиционной группой ECP делал исследование по оценкам, ну, как бы по сравнению российских мультипликаторов с западным. Мы видим, что там системно в России дисконт примерно 50% относительно других стран, собственно, за счет всех этих факторов. И, опять же, партнерский бизнес приводит также к низкой ликвидности. И все это приводит к тому, что для собственников потенциальные выгоды от наращивания капитализации очень невелики. Да, и, соответственно, они зачастую не перевешивают те риски, которые, собственно, приходят к более высокой прозрачности. Поэтому, собственно, как мы, вот наверняка там, все, кто этим занимается, все эти факторы в той или иной степени в своей работе видели, как это все обычно направляется на практике. Мы видим, что трассы, там, традиционные зарубежные механизмы защиты крайне плохо обычно интегрируются в действующем бизнесе. Да, то есть они как бы можно их интегрировать, когда у них бизнес уже достаточно крупный, и вот, собственно, за счет своего административного веса может частично, собственно, перебороть вот те, как бы, юридические агрейки системы, которые, о которых я говорил ранее. Иностранные холдинги действительно позволяют снизить прозрачность владения, по крайней мере, для тех, кто находится внутри России, и повышать эффективность защиты активов. Мы это видим, как бы, очень часто, очень много российских групп, по крайней мере, в российской операционной компании есть иностранный холдинг. Но в последнее время налоговая эффективность постоянно снижается, иногда даже достаточно серьезно, и стоимость поддержания, соответственно, такого рода структуры становится с каждым годом дороже за счет, соответственно, фокуса на экономик сабсинт, на, соответственно, обмен информацией и так далее. Низкие дивиденды, да, они усложняют формирование для собственников финансовой подушек помимо бизнеса. Поэтому любая ситуация, которая приводит к резкой остановке бизнеса, как вот то, что мы видим сейчас, она, естественно, соответственно, становится более рискованной. Опять же, в моей практике встречались там не один случай, когда резкая, соответственно, там, как что-то происходило вместе с бизнесом, человек никогда там всегда считался, что там не очень высокая доходность, он не будет ничего оттуда изымать, и в результате оказывался полным банкротом, там, разрушались деньги, как бы все там случалось очень печально. Отсюда у нас, все мы знаем, что у нас нет налогов на наследство, низкий подоходный налог, то есть даже несмотря, который, как бы, некоторые российские владельцы считают высокими и хотят платить, он, по мировым меркам, очень низкий. И все это совершенно не стимулирует использование каких-то сложных структур, как это происходит в других юридикциях, для, собственно, срочки этого налога или снижения налогового времени. Ну и, наверное, таким важным элементом, обычной структуры владения – это ориентация на Западную Европу, как на запасной аэродром. Кто-то ориентируется на Лондон, кто-то на Швейцарию, кто-то на Испанию, Италию, Францию. Много вариантов, но обычно у российского собственника был всегда ориентир, что вот надо обязательно иметь какой-то запасной аэродром там, либо через компанию, либо через... которая обеспечивает вид на жизнь, либо через... Что-то у меня происходит. Собственно, спокойно удалиться, да, или перевести туда семью и спокойно наслаждаться жизнью. Что мы видим происходит в связи с пандемией? Да, первая, ну, очевидная вещь, мы видим, то есть, что... ну, профессиональной точки зрения непредсказуемых российских юридических систем. Да, мы... ...не рабочие дни, которые на самом деле рабочие, но в которых надо платить, никто же непонятно, как за рабочие и не рабочие, и поэтому, как бы, вот и возможность воспринять и такого рода решений без особой, как бы, юридической продуманности, оно, естественно, вызывает большие вопросы с точки зрения того, как это все, собственно, будет транслироваться дальше в корпоративную точку зрения. Естественно, как бы, да, вот мы видим повышение рискованности использования бизнеса как источник покрытия текущих расходов, да, то есть, если раньше мы говорили, окей, там, да, бизнес может быть более или менее успешным, но никогда не будет ситуации, когда вот встанет вообще все, например, в своем сегменте. Сейчас мы видим, что это возможно, да, эта ситуация может продолжаться достаточно долго, и, соответственно, требования к финансовой подушке как внутри бизнеса, так и его за пределами резко разрастает. И, ну, наверное, мы все согласимся, что если это произошло один раз, оно может произойти еще и не... Нет, ну, что, наверное, в следующий раз эффективность реакции госорганов экономики будет более, наверное, продуманная, уже подготовленная, но, тем не менее, соответственно, то, что это может случиться еще раз, отрицать сложно. Мы видим ужесточение трансграничного налогообложения в России, да, которое дополнительно усложняет пользу иностранных холдингов. Опять же, оно их не обнуляет, там есть различные варианты, возможно, коллеги будут о них тоже говорить, но сейчас, соответственно, это, естественно, стало все сложнее. Мы также видим отсутствие смягчения какого-либо функционного режима даже на фоне, вот, казалось бы, пандемии, где надо вместе с ним сотрудничать и объединяться, соответственно, в борьбе вот с такой мировой угрозой, да, и что, естественно, дополнительно усложняет использование европейских холдингов, например, в условиях, там, если потенциальный покупатель, да, это, там, Господин, как Сбербанк, там, купил, там, сейчас самокат и так далее, да, и всем понимаем, что, если это, например, было бы типорский холдинг, то при, там, любой такой сделке, соответственно, компания просто встает, что, соответственно, вряд ли можно назвать положительным результатом. Мы видим, что надежды на какое-либо быстрое экономическое восстановление нет, да, то есть мы видим, что, скорее всего, экономика в этом году упадет достаточно серьезно. Рубль, опять же, можно ожидать, что он будет продаваться за счет влияния цены на нефть, да, например, когда, опять же, я считал, вот для того же исследования ССП, волатильность рубля, он на последние 10 лет одна, там, либо лидер, либо, там, второй по волатильности валюта в мире, да, то есть, соответственно, и отсюда каких-либо, там, серьезных предпосылок для кратного рота мультипликаторов, по крайней мере, в обозримом будущем, наверное, ожидать сложно. Но при этом, опять же, вот мое общение с владельцами капитала, общение с приватбанкирами, которые со своими клиентами общаются, они говорят, то есть, о том, что реакция многих владельцев капитала нарезки сдержана на фоне предыдущих кризисов, ну, как-никак, это четвертый большой кризис, как бы, да, уже определенные вещи отработаны, люди начинают понимать, как вот в классическом прочтении китайского иероглифа о кризисе, что это не только, собственно, опасность, но это и возможности, ищут какие-то возможности по, возможно, более дешевому приобретению каких-то интересных активов. Мы видим, что качественная инвестиционная стратегия, опять же, возможно, Андрей тоже будет об этом говорить, а в этот раз так же отлично сработали, да, то есть, например, там, индекс у нас, да, уже превысил свои докризисные значения, соответственно, если вы там это все комбинировали с какими-нибудь длинными облигациями или там какими-то стратегиями риск-перити, то вы прошли этот кризис очень себе комфортно, как бы, да, причем, опять же, валютной составляющей и там те бури, которые там у нас окружали в России, вполне возможно, если у вас была серьезная инвестиционная подушка, прошли практически незаметно. Ну, и очевидно, наверное, то, как Европа реагировала, соответственно, на кризис, на всех тех, соответственно, временных, как бы, жителей, которые волей судят, там оказались, да, и, как мы видим, качество того медицинского, как бы, обслуживания, которые люди получали, ну, как мне кажется, заставляют, заставят многих ставить под вопрос такую совершенно уникальную ценность там той же недвижимости, как основного запасного аэродрома в Европе. Это все, наверное, наверняка будет переосмыслено. Ну, и, наверное, заканчивая, да, вот, мое такое краткое выступление, то есть три вещи, как мне кажется, можно ожидать вот в связи с вот происходящими событиями. Ну, первое, что мы видим, что каких-то фундаментальных предпосылов для радикального изменения подхода российских собственников способом управления бизнесом на обеспечение защитой активов, ну, нет. То есть, если, как бы, ситуация изменилась, то, наверное, скорее немного в сторону ухудшения, чем в сторону улучшения. Мы, наверное, как бы, я ожидаю, что будет рост интереса к обеспечению, там, существенной финансовой подушки меньше, то есть людям больше будет приходить понимание, что нельзя делать ставку только на бизнес, да, которые, как бы, крайне рискованные, как бы, в этой ситуации, и что нужно повышать отдачу от бизнеса, вытаскивать больше денег, откладывать какую-то отдельную, соответственно, подушку, и дальше в связи с этим возникнет, должен возникнуть больше спрос как на консультирование по вопросам повышения эффективности, так и структура именно для упаковки финансовых активов, да. Мы все, как специалисты, знаем, там есть много нюансов, да, и что при правильной структуре, собственно, налоговую нагрузку на вот такие финансовые инфицины можно серьезно снизить по сравнению с инвестированием в свой личный счет. Ну, и я ожидаю, наверное, роста интереса к вариантам обеспечения глобальной мобильницы за пределами Европы, то есть не привязанным к какой-то одной конкретной стране. Здесь сложно сказать, что, соответственно, именно это будет. Понятно, что, как бы, мы видим также, что Азия проходит, соответственно, всю эту историю гораздо легче, там, с меньшими напрягами и жертвами, чем, соответственно, проходят развитые страны. То есть, возможно, соответственно, какие-то варианты вокруг, там, того же Сингапура и соседних разных стран начнут вызывать больший интерес. Ну, это, вкратце, все то, что я хотел сказать, да, то есть рад буду, соответственно, вопросом, либо здесь, либо, опять же, вот мои контакты внизу, то я всегда буду рад пообщаться. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что вопросы будут уже, когда все выступят. Да, хорошо, да, превосходно. Потому что пока их нет, будем рады вашим вопросам. Я передаю слово Диане Каляевой, главе клиентских сервисов, директор, глава частных клиентских сервисов PwC. Диана, прошу вас. Здравствуйте. Я очень рада сегодня поучаствовать в этом вебинаре. Добрый день всем. Мне хотелось бы сегодня поговорить на очень такую практическую тему, связанную с этим гуманитарным, в принципе, по не только экономическим кризисам. У нас, ну, все понимают, что из-за ограничений на перемещение, которые связаны с COVID-19, намерения физических лиц по срокам... И это касается, конечно, прежде всего, семей таких, так называемых, глобальных. И эти семьи, эти люди, они уже там во многое находятся в этой самой ситуации, когда они, например, не могут уехать к месту работы, к месту жительства своей семьи, находятся в стране, где они, может быть, не предполагали довольно долго задерживаться. Эту тему чаще всего все-таки обсуждают в контексте налогообложения в последнее время. Ну, и мы знаем, что некоторые страны, например, такие, как Великобритания и Австралия, они, в принципе, не планируют учитывать дни вот этого вынужденного пребывания в этих странах для целей оценки налогового статуса конкретного лица. И на эту тему высказывался также и ОСР, и по их рекомендациям для целей применения соглашений об избежании двойного налогообложения, также ОСР считает, что вынужденное пребывание в той или иной стране в связи с COVID-19 его учитывать для целей налогового статуса не нужно. Но у нас пока что в России в этом отношении ничего не изменилось. Мы поговорим немного в отношении налогового аспекта, коснемся его, но есть и другие ситуации, которые, в целом, мне кажется, важны проговорить на предмет вот таких вот вынужденных пребываний в той стране, где, в общем, быть не планировал. Пожалуйста, если посмотреть на вот этот слайд, какие могут быть здесь возможные ситуации частных клиентов? Это когда человек, он не планировал, но стал резидентом Российской Федерации, или, например, он планировал быть резидентом, но не стал им. Да, вот я упомянула аналогии. Здесь, наверное, важно отметить то, что, в принципе, если лицо является резидентом в 2020 году, то он будет ожидать обложения прибыли КИК за 2019 год. Могут быть и другие налоговые последствия. Опять же, это если мы говорим о том, что конкретное лицо налоговый резидент. Могло так получиться, что, в общем-то, он был резидентом низконалоговой резницы, или был нерезидентом везде. Несмотря на то, что, в общем, многие консультанты рекомендуют от этих подходов отходить, все равно мы знаем, что достаточно много случаев среди состоятельных лиц, когда они нерезиденты везде, и, в общем, они в той или иной резидекции в этой ситуации фактически застряли, и не могут свое место жительства сменить. Есть другие особенности. Можно, конечно, оказаться резидентом и в высокой налоговой резидекции. И здесь важно понимать, где и какие последствия это может иметь с точки зрения необходимости уплаты налогов, как за рубежом, так и, например, в России. Если посмотреть на особенности резидентства с валютной точки зрения, то те лиц, которые постоянно жили за рубежом и приехали по тем или иным причинам, например, в Россию, здесь остались, у них, будучи гражданами Российской Федерации, они признаются резидентами по валютному законодательству. Если проведут в России менее 183 дней, то они утратят статус специальных, так называемых резидентов, который позволяет свободно использовать зарубежные счета и не отчитываться перед налоговыми органами в отношении этих счетов. Сейчас у нас была либерализация валютного законодательства прошла, и мы знаем, что с 1 января, в принципе, резиденты могут использовать зарубежные счета в случае, если такая страна обменивается с Россией информацией в рамках СРС. Однако по некоторым зарубежным счетам эта проблема осталась, например, ну, она осталась теми странами, которые с Россией информация не обменивается. Это сейчас Великобритания, это США, Турция и ряд других стран. Есть еще и другие особенности, связанные со статусом резидента валютного в отсутствии специального статуса, то, что это ограничение операций с резидентами со спецстатусом, потому что у нас получается, что, в общем, валютные операции между резидентами, они по общему правилу запрещены. В общем, если раньше двое, там, не знаю, граждан России, живущих в Великобритании, могли между собой осуществлять валютные операции свободно, сейчас, в общем-то, как бы в ситуации, когда человек застрял в России, если он больше 183 дней проведет здесь, то это, как бы, здесь есть момент ограничения. Что еще здесь не ясно, это то, что, ну, люди, которые рассчитывали быть за рубежом, например, в начале года, вернее, рассчитывали, что они по году будут нерезидентами, и в январе или в феврале совершенно свободно использованы, например, свой счет лично в Великобритании, по факту они могут оказаться в ситуации некой неясности, насколько они вообще правомерно его использовали в случае, если в результате такого вынужденного пребывания в России они в конечном счете утратят статус специального резидента. Это может быть проблемой, но посмотрим, как ситуация будет развиваться с точки зрения миграционных правил, да, и насколько там будут у людей возможности все-таки там в ближайшее время начать перемещаться. Еще вот интересный аспект, это проблема с закрытием границ может иметь в контексте семейных и имущественных отношений, а также планирование наследования, наследование непосредственно. Пожалуйста, переведите на следующий слайд. Следующий слайд, да. Ну, мы попытались здесь показать определенные ситуации, на которые мы призываем обратить внимание тех, кто волей судью показался в России, например, не планировал там быть. И я бы сфокусировалась на следующих кейсах. Ну, мы знаем, это очень практическая ситуация, то, что в феврале, например, в Европе во многих странах были школьные каникулы, и те, кто там постоянно живут, они обычно приезжают в Россию для того, чтобы здесь провести время со своими там родственниками, с близкими. И, в общем, ну, у меня есть достаточно много там знакомых, клиентов, которые оказались в ситуации, в общем, когда они сначала не планировали вернуться, потому что Европа вводила карантин, а потом оказались в ситуации закрытых границ. Сейчас, ну, что здесь получается? То, что когда семьи состоятельные, мы понимаем, что все же вот какие-то механизмы, да, возвращаясь к предыдущей презентации Андрея, какие-то механизмы они используют для целей планирования своих семейных, имущественных отношений, особенно это касается ситуаций с детьми состоятельных лиц, которые, когда оформляют отношения, уже довольно чаще заключают, например, брачные договоры. Достаточно распространенная практика заключать брачные договоры, например, когда люди живут в Великобритании, потому что у них высокий риск раздела имущества 50 на 50, там, да, без каких-то серьезных анализов того, откуда пришли активы, там, первоначально. В общем, этот инструмент защиты активно используют, но эти соглашения, они достаточно специфические, если посмотреть на них с точки зрения российского права. Поэтому такая семья, которая приезжает в Россию и она как бы остается в России, она может столкнуться с какой ситуацией? По российским правилам семейного кодекса, российским правом регулируются семейные и имущественные отношения в ситуации, когда семья живет в России или когда для этой семьи Россия – это последнее место совместного проживания. То есть если люди живут совместно в России или, например, жили, но один из супругов уехал, например, работать в Англию, а там супруга осталась в России, то российское право на этих людей распространяется, на эту семью. Это означает, что в случае развода и других отношений, в том числе отношений, связанных с детьми, Россия претендует на то, чтобы устанавливать свои правила. Поэтому брачный договор, заключенный, ну, например, по английскому праву, на него важно будет посмотреть, да, если действительно там в силу тех или иных обстоятельств семья достаточно долго в России задерживается. Нет ли в этом брачном договоре каких-то серьезных противоречий праву российскому, на которые супруги рассчитывали, да, в контексте защиты своих активов из ситуации будущего развода. В том еще, ну, очень часто бывает так, что эти соглашения, они предусматривают положение в отношении опекунов в случае смерти родителей. Мы знаем, что в России опекуны, они как бы назначаются в порядке, установленному законом и по пике, по печистве и гражданским законодательством. И в целом это не тот порядок, который предусмотрен, например, в Англии. Вот привести достаточно яркий кейс, связанный с Кипром. На Кипре специфическое семейное право, семейное законодательство. Там супруги, когда они женятся, они не формируют общесовместной собственности на имущество. То есть наоборот, по общему правилу, у них раздельное владение имуществом за рядом исключений. Поэтому, если живешь на Кипре, в целом, ну, брачного договора там не заключают, его нет, потому что он не нужен. Если переехать в такой семье в Россию и жить в России, соответственно, там будет формироваться общесовместное собственности на имущество. И люди могут не подозревать об этом. А в этой ситуации, в этот период времени, например, они могут получить, одна из сторон может получить несущественные доходы по сделке, или там может произойти распределение дивидендов, выплата по какому-нибудь договору страхования жизни и прочее. В общем, могут быть сюрпризы, об этом важно помнить. Есть и другие ситуации. Они могут быть очень специфическими. Но вот эта трансграничная ситуация, связанная с перемещениями семьи, она, конечно, действительно может влиять в будущем на имущественные споры между супругами, на то, что один супруг может у другого, например, иметь необходимость получить согласие на отчуждение тех или иных активов, эти ситуации тоже важно отслеживать. Не только вот те особенности, связанные с налогами и с валютным законодательством. Пожалуйста, на другой слайд вы видите. Еще хотелось бы, конечно, поговорить про все-таки тему некого усложнения, которое мы видим в связи с этой ситуацией в контексте наследования активов за рубежом. Мы очень рассчитываем на то, конечно, все, что этот период гуманитарного кризиса, закрытия границ, он достаточно быстро завершится. Но мы не знаем, да, и если вспоминать о том, что еще важно учитывать в контексте того, что человек живет в какой-то стране, где он жить не предполагал, например, долго, то есть еще нормы о наследовании, которые у нас говорят о том, что отношения по наследованию имущества, они регулируются правом постоянного места жительства наследодателя на момент своей смерти. И, конечно, вот под постоянным местом жительства наследственное право российское, ну, мало что, ну, нет конкретных правил, да, они не связаны с налоговым подходом, они больше просуществят подход, что действительно вот в этом месте человек жил. Поэтому, если действительно складывается ситуация, что, да, там, коронавирус не мог выехать, и там несколько месяцев прожил, может быть, и это спорное утверждение, что эта страна этого человека и привязывает в плане процедуры наследования его имущества. Но, кто знает, да, это уже вопрос такой, да, вопрос потенциальных споров в будущем. И они могут быть. Это важно учитывать. Еще есть связанные с тем, что, ну, в действительности, совершенно верно, там, Андрей упомянул, что, наверное, все-таки тема планирования наследования сама по себе, она такая не очень веселая, и по разным причинам часто люди откладывают это планирование, они, может, совершенно разного быть характера, но в целом вот к вирусам ничего не добавляют к этой теме, кроме того, что это дополнительный повод просто вспомнить о том, что есть ситуации, о которых важно позаботиться разными, может быть, способами. Ну, вот, например, если мы посмотрим на усложнение наследования активов за рубежом, мы понимаем, что, наверное, могут быть у наследников какие-то технические сложности. Сейчас к нам обращаются клиенты, у которых умерли родственники, не в данный момент, а раньше, да, но, по сути, у нас достаточно длинная процедура принятия наследства, 6 месяцев нужно ждать до получения свидетельства о правильном наследстве. И за это время произошло масса событий, которые не позволяют людям эффективно проходить эффективно процедуры, связанные с наследованием их имущества. Эти лица, которые, ну, новые наши наследники, они могут быть за рубежом, они могут и наследовать имущество в России, они могут быть в России и наследовать имущество за рубежом, но в целом и в той или другой ситуации многие вещи, ну, они становятся достаточно сложными. Но и без этого есть особенности, которые важно учитывать, и вот если вы посмотрите на эту ситуацию через призму еще вот того, что происходит там, и что мы читаем в новостях, то можно ощутить, насколько это может быть сложнее. Мы понимаем, что вот если человек, он постоянно жил в России и там ушел из жизни, то у нас применяются правила российские о наследовании имущества. То есть через 6 месяцев наследник получает свидетельство в отношении имущества зарубежного, он на практике получает свидетельство об имуществе, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось, так используют формулировку нотариуса. И с этим свидетельством уже нужно идти в страну, где находится объект конкретный, и проходить еще там процедуры, связанные с так называемой процедурой пробации. И здесь можно перейти, наверное, на следующий слайд уже, для того, чтобы, наверное, вот как-то еще раз более наглядно было, процедура пробации, ну, например, если мы говорим про Великобританию, про имущество в Великобритании, она про эту процедуру проходит в английском суде, если это акция BVI-ной компании, соответственно, на БВО, могут быть в этих обстоятельствах и ситуации действительно с юридической точки зрения сложные. Например, у нас есть Европейский Союз, который принял не так давно, в 2012 году, регламент в отношении наследования имущества, и они попытались упростить подход для стран Европейского Союза, но, по сути, этот подход применим и для остальных стран. Этот регламент говорит о том, что и движимое, и недвижимое имущество наследуются по праву постоянного места жительства наследодателя. А у нас в России по-другому, то есть получается и движимое имущество так, а в отношении недвижимого имущества, если, например, у человека он владеет виллой в Италии напрямую, прямой собственник, он уходит из жизни по российскому законодательству, нотариус не может ему выдать свидетельство на то, чтобы унаследовать эту виллу в Италии, потому что у нас по закону процедуры применяются, которые установлены не российским правом, а итальянским. А Италия будет ждать документов из России, ввиду того, что она присоединилась к этому регламенту. Великобритания у нас никогда не присоединялась к этому регламенту, и, в принципе, сейчас уже и не ЕС, но, тем не менее, и здесь может быть проще. В ситуации с другими странами ЕС, за исключением, насколько я помню, Дании и Ирландии, унаследовать недвижимость, которая владеется лицом напрямую, ввиду вот этого конфликта законодательства, с практической точки зрения может в определенных ситуациях быть сложно. Поэтому заранее важно подумать над тем, насколько, может быть, большим преимуществом будет создание определенного, ну, вот с этой точки зрения это явное преимущество, но есть и другие, например, налоговые аспекты, но для владения объектами недвижимости с точки зрения наследования, вот, и этой проблемы удобнее через компанию, либо через иностранную структуру без образования юридического лица, но главное не через российского собственника-наследодателя. Хотя, конечно, здесь есть особенности, связанные с налоговым правом, которые важно очень учитывать. Очень хотелось бы еще важные какие-то практические аспекты здесь отметить еще раз, это то, что в целом наследники не всегда знают об имуществе зарубежном, и где оно находится. И очень важно еще понимать, что даже зная об этом, даже назначив доверительного управляющего, доступ к активам, например, там, которые размещены в швейцарском банке, ну, в частности, он может быть достаточно сложным, и это доступ после прохождения всех процедур наследования. Если имуществом управляет доверительный управляющий, то часто на практике, ну, финансовые институты, администраторы, они запрашивают подтверждение дополнительное о полномочии этого доверительного управляющего, насколько он правомерно был назначен по российскому праву, насколько этот доверительный управляющий в целом не превышает своих полномочий, установленных завещанием, то здесь есть ряд практических особенностей, которые связаны именно с наследованием зарубежного имущества, потому что документы оформляются по российскому праву, а, соответственно, предоставляются в институты, которые регулируются правом другим. Еще, ну, как, что, ну, поэтому, наверное, вот прямое владение все-таки для наследования действительно не оптимальный вариант. Мы часто в этом ключе говорим о том, что, в общем, здесь все же структуры трастовые могут предоставлять свои преимущества для цели гибкости владения активами и применительно к наследованию тоже. И, ну, есть и другие механизмы. Мы, конечно, помним о том, что там ряд клиентов, они предпочитают, например, заключать договоры со страховыми компаниями, договоры страхования жизни, которые могут быть там и по российскому праву, и по иностранному. Тут есть ряд практических вещей и юридических тоже, которые важно учитывать. В частности, договор страхования жизни, он призван к тому, чтобы упростить процедуру доступа к деньгам по существу, к страховой вот этой выплате выгодоприобретателям. Но на практике так бывает иногда, что выгодоприобретатель может быть не совсем корректно, например, назначен. И тогда получается, что, в общем, все равно и по такому договору денежные средства, вот эти квази-наследники, выгодоприобретатели, они могут намного дольше получать, чем если бы все было хорошо. Хотя цель самого соглашения как раз, ну, не проходить процедуру наследования, потому что это не инструмент наследования, это страхование. Но бывают такие случаи, например, если привести пример российское законодательство, то если выгодоприобретатель не назначен по конкретному договору, то тогда, соответственно, наследники, они имеют право на получение страховых выплат и те наследники, которые наследники по закону. И здесь уже вопрос неясный может быть, потому что разные бывают ситуации. Иногда эти наследники не могут принять наследство по тем или иным причинам или не хотят его принять, потому что, например, там банкротная компания только осталось, там дают сплошные долги. Или, например, есть ситуация, и тогда получается, что все равно они получить выплату не могут, и инструмент недостаточно эффективно работает. Поэтому нужно очень реликатно относиться к тому, как соглашения, они пишутся, и проверять, что вот эти механизмы, они действительно в случае наступления грустного события, они будут работать так, как надо. Ну, наверное, вот это все, что сегодня я хотела бы рассказать. Буду рада ответить на вопросы сейчас, или вот когда вам будет удобно их задать, там, используя там контакты. Диана, большое спасибо, очень интересно. Вот у нас есть вопрос от Дмитрия, я зачитаю. В случае, если супруги, российские граждане, заключили брак в России, позднее получили кипрское гражданство и переехали жить на Кипр, какое семейное право могло бы применяться в случае развода, а если вариантов несколько, то какие условия? Алло, слышно меня? Да. У меня просто немножечко я не дослышала вопрос, но на самом деле, наверное, я могу на него дать ответ. Я вам его отправлю еще отдельно. Они совместно проживали, постоянно проживают на Кипре. Это вне зависимости от того, где они заключали брак. Важно, где они постоянно вместе проживают. То есть, и там второй вопрос был. Точно такой же вопрос о применении законов о наследовании в случае смерти одного из супругов. То есть, тоже... В этой же семье, имеется в виду. Да, 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 да. Здесь ситуация немного другая. Если они живут на Кипре, то применяется кипрское право. Оно должно применяться в отношении всего имущества супругов, кроме российской недвижимости. Потому что если недвижимость России, то применяется российское законодательство. И с учетом того, что Кипр – это страна ЕС, она также применяет европейский регламент по наследованию, который говорит о том, что движимое и недвижимое имущество наследуются по праву постоянного местожительства лица. Соответственно, и здесь... Ну, или страны его гражданства. То есть, по существу, если они граждане Кипра, в любом случае наследование будет по праву Кипра, Россия на эту ситуацию будет смотреть только с точки зрения именно недвижимости, которая находится в России. Ну, может, последний вопрос на эту животрепещущую тему. Если брак заключали в РФ с брачным договором, а потом переехали на Кипр, в силе ли будет брачный договор? Это очень интересный вопрос, потому что с точки зрения России, ну, для России семья уехала, и, в общем-то, семейные имущественные отношения уже российским правом не регулируются. При этом сам по себе брачный договор, ну, как бы с ним ничего не происходит, он не становится недействительным, но если просто супруги потом, они будут судиться и делить имущество в российском суде, российский суд им скажет, вот вы жили до... вот подали сейчас здесь на развод, на самом деле вы жили на Кипре, и должно право применяться Кипра к вашему семейным имущественному отношению. В общем-то, не очень важно, что написано в российском договоре, если это противоречит законодательству Кипра. Но на Кипре, на Кипре, в принципе, как я уже говорила, режим раздельный, поэтому на Кипре брачные договоры не заключают, потому что они по общему правилу не нужны. Но бывают такие ситуации, когда супруги все же, они хотят подстраховаться, и в нашей практике тоже нам задавали похожие вопросы, хотят подстраховаться и заключают, например, соглашение по российскому праву. Но здесь есть вот такая серьезная неопределенность, связанная с тем, что Россия как бы семью отпускает с точки зрения регулирования, если супруги действительно оба уехали. Но если можно сказать, что один из супругов все-таки остался в России или проживает достаточное количество времени здесь, то есть не вполне ясно, что они действительно совместно живут на Кипре, а может быть они и там, и там, тогда эта ситуация уже сложнее, и возможно, что российское право, оно применяться будет. Спасибо, Диана. Спасибо. Я думаю, если еще у нас будет время потом задать вопросы, я передаю слово Андрею Иванову, управляющий партнер Леон Multifamily Office. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги, извините за задержку. Я партнер компании Leon Family Office и сегодня хотел бы поговорить о нескольких моментах. В первую очередь, хотел бы рассказать о том, что происходит на финансовых рынках, рассказать о том, какие возможности возникли в ходе вот этого текущего кризиса, в котором мы сейчас все находимся, наши клиенты, какие инвестиционные решения они принимают, каким образом формируются портфели. Для начала, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения и вообще анализировать ситуацию на рынках, самое главное, что нужно понять, где мы находимся в экономическом цикле. Вот я хотел бы поговорить, наверное, о трех последних циклах, которые были на рынке. Видите, допустим, инвестирование в рынок акций США в момент рецессии или при ее окончании в течение 10 лет давал 17% годовых. Прекрасная доходность и тот цикл характеризовался очень серьезными изменениями на глобальном уровне. Развалился Советский Союз, возникли развивающиеся страны, появился интернет. То есть это был мощный технологический прорыв, который, в общем-то, и привел к столь... ...с 2000 года по 2008. Это рост Китая, глобализация рынков. И, собственно, даже здесь можно было заработать порядка 5% годовых в течение 6 лет, если, собственно, войти в рынок тогда, когда цикл уже развернулся и начинался новый цикл. Вот. Давайте посмотрим на наш последний цикл, который был, если бы... ...то в течение 11 лет можно было бы заработать 14,6% годовых. Последние 10 лет характеризовались, наверное, несколькими моментами. Первый и основной – это очень дешевая стоимость денег. Процентные ставки в большинстве развитых стран упали до нуля, в первую очередь в Европе. И создание громадных платформенных компаний, таких как Google, Facebook и так далее. Именно они, в принципе, и двигали рынок вперед. Соответственно, какой вывод из... ...рынок вот здесь, то есть в тот момент, когда мы находимся на пике цикла, доходность вложений в акции существенно падает. Но в то же время, когда всем страшно, и когда мы находимся в состоянии рецессии, даже глубокой рецессии, это как раз то время, когда нужно думать о вложениях в акции. Вот сейчас, собственно, мы находимся в таком состоянии, это начало рецессии. Скорее всего, она будет продолжаться примерно до третьего квартала этого года. И это как раз то время, когда надо искать возможность... ...характеризуется текущий кризис. В отличие от кризиса восьмого года, когда... ...тогда это был системный банковский кризис, который, собственно, как любой банковский кризис, приводит к очень длительному процессу восстановления, потому что не работает финансовая система и нет возможности для бизнеса эффективно кредитоваться. Текущий кризис – это кризис потребления. Это остановка всей экономии. Отчасти это объясняет, почему падение рынка акций, например, в этом году, в марте месяце, составило 33% за полтора месяца. Такого не было никогда. В прошлый кризис падение рынка продолжалось полтора года и общее падение составило порядка 50%. Столь сильное падение было связано с несколькими вещами. С одной стороны, был пузырь на рынке акций еще до, собственно, начала пандемии. И глобальная... ...это то, что рынок сейчас сильно сконцентрирован и на нем активную роль имеют роль пассивные фонды, так называемые ETF, и алгоритмические различного рода технологические инвесторы, которые не смотрят на фундаментальные показатели, и деньги либо заходят, либо выходят в рынок. Чем еще интересен текущий кризис? Он интересен тем, что, в отличие от 2008 года, государство очень быстро на него отреагировали. От 10 до 15% ВВП решения принимались буквально 1-2 месяца, в течение 1-2 месяцев. В данном случае в США это позволило остановить проблему ликвидности, которая в марте была очень острая на финансовых рынках и для бизнеса. удержать ситуацию в банках. Банковская система практически везде в мире сейчас очень стабильна. И позволила как бы быстро эти деньги завести в финансовый рынок. положение, в которое мы попадали в 2008 году после банкротства в Лемон Бразерс, сейчас не повторилось. Какая же основная проблема, с которой нам придется теперь бороться? Основная проблема – это, по сути, падение спроса потребителей из-за безработицы. Вот этот график показывает состояние с рабочими местами в США. То есть все увеличение рабочих мест в течение 10 лет было потеряно в течение вот этого периода пандемии. Да, по сути, рынки сейчас и финансисты, прогнозисты банков говорят о том, что это одномоментная вещь, связанная с карантином, с тем, что люди не могут выходить на работу. Все это дело развернется мгновенно, быстро, в течение двух-трех кварталов. На самом деле это не так, потому что... Компаниям выгодна, чтобы люди становились безработными, то есть они перекладывают расходы, связанные со своим персоналом, с увольнением, с тем, что им надо сжимать бизнес на государство. Потому что государство пообещали, что да, мы с этими безработными будем разбираться, мы будем делать адресную прямую помощь, распределять деньги. Вот, и это означает, что на самом деле реальное количество безработных очень медленное. Не так, как сейчас закладывается. Что это означает для экономики? Это означает достаточно медленный рост спроса. А спрос это, по сути, спрос потребителей, сервисы. Это 70% роста ВВП в США и больше половины в развивающихся странах. Поэтому восстановление экономическое, она будет, да, быстрее, чем было в прошлом кризисе, потому что нет банковского системного кризиса, но гораздо медленнее, чем предполагают рынки. Государства готовы практически неограниченно печатать деньги и либо напрямую раздавать их потребителям, чего никогда не было, либо закачивать огромное количество денег в банковскую систему. Каждый кризис обычно приводит к тому, что происходит какое-то существенное структурное изменение в экономике. Вот такое структурное изменение происходит именно сейчас. То есть государства и центральные банки начинают играть огромнейшую роль на следующем цикле, в следующие 5-7 лет. Вот. И по сути своей мы сейчас приходим к ситуации, что деньги как ресурс стали бесплатными, при этом центральные банки уже готовы практически финансировать бюджетные расходы. Если бы это была, допустим, не США, а Россия или другая развивающаяся страна, такое прямое финансирование расходов государства, денег со стороны ФРС и других центральных банков. Вот это вот график увеличения баланса ФРС. Что такое баланс ФРС? Это по сути то же самое, что те деньги, которые были, условно говоря, напечатаны и закачаны в финансовый сектор за последнее время. То есть если за последние 5 лет это составляло порядка 3,6 триллионов долларов, огромная сумма сама по себе, пытались снизить этот уровень, но незначительно. И это, кстати, привело к достаточно существенному падению рынка в конце 2018 года. Сейчас буквально за 2 месяца было напечатано 2,5 триллиона. И это, собственно, поддерживает рынки. Рынки финансовые уже привыкли к тому, что если случается кризисная ситуация, цены падают, то придет ФРС, напечатает денег и удержит цены. На самом деле это достаточно тяжелый. Давайте коротко поговорим о том, чего ждать после кризиса, что кардинально изменится. Ну, собственно, вот есть уже прогноз, он все время меняется в сторону понижения, но тем не менее. 6,5 падения в США в ВВП, 7 в Европе, Китай плюс 1, Россия где-то минус 5. Это действительно очень жесткая посадка. С другой стороны, мы понимаем, что она была вызвана, по сути, будет достаточно существенным. Но затем экономика будет расти медленно в течение следующих 2-3 лет. Почему? Потому что действительно значительно увеличится количество безработных, население будет сокращать потребление, при этом будет рост производства достаточно большой. И у нас возникнет кризис перепроизводства. То есть товаров много, а желания у людей их покупать нет. Они скорее будут гасить свои долги, чем вариант дефляции, нулевой инфляции. Дальше поговорим, как это, по сути, будет влиять на рынок. Второй момент – это прекращение глобализации, наоборот, локализация. Собственно, все страны поняли, что они сильно зависят от Китая в ходе этого кризиса. И, соответственно, ключевые элементы производства будут переноситься в США, в Европейский Союз. Это ухудшает эффективность глобализации, и это замедляет экономический рост. Еще важный момент – это противостояние США и Китая. Китай, очевидно, выиграет от текущей пандемии и очень стильно. В отличие от США, которая раздает сейчас деньги просто населению для текущих расходов, Китай начал, открыл, по сути, очень большие программы, инвестиции в IT, в пятое поколение мобильной связи, в искусственный интеллект и так далее. В ходе этой пандемии. И, соответственно, противостояние США и Китай очень сильно ужесточится буквально в ближайшее время. И, скорее всего, эта тема будет даже темой новых выборов в США. То, что мы видим сейчас, будет продолжаться. Это внедрение онлайн-сервисов и удаленной работы. Что здесь важно? Важно то, что последние несколько лет выиграют компании, которые являются крупным сетевым эффектом. Недаром Facebook, Apple, Amazon и так далее – это сейчас самые дорогие компании в мире и в разы дороже, чем, допустим, весь нефтяной сектор вместе взят. Этот тренд продолжится, и эти лидеры, они так и останутся лидерами. Если только государства не решат их жестко контролировать. Разговоры об этом идут, но, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Следующий важный момент. Так как государства сейчас напечатали огромные... Неминуемо будут повышаться налоги. В первую очередь, естественно, будут пытаться повышать налоги на богатых. Ну, я считаю, что возникнет разговор о том, что нужно вводить налоги, например, на прирост капитала. Потому что ситуация, которая сложилась сейчас, деньги печатаются, они не попадают на уровень простых потребителей, но при этом они приводят к инфляции активов. То есть растет стоимость недвижимости, доход с прироста стоимости капитала. И государства, по сути, пытаются это сделать. Ставки останутся нулевыми. Действительно, возможна ситуация, когда они будут отрицательны в долларах на какой-то период времени. Ну и последний момент, это контроль государства. То есть мы находимся в ситуации, когда естественный рост потребления очень низкий и он сильно ограничен. То есть государства начали раздавать деньги на... Но, тем не менее, государство, естественно, правительство за это будет хотеть получить какой-то контроль. Это и онлайн контроль, и контроль введения различного рода паспортов здоровья и так далее, и так далее. То есть действительно нужно готовиться к тому, что контроль государства сильно увеличится. Давайте поговорим о том, где можно и как можно зарабатывать. В первую очередь, консервативные активы. ...лет и непосредственно за последний год. По сути, как бы 10 лет назад средние ставки и в Европе, и в США были на уровне 3,5%. То есть фактически можно было иметь доход, достаточно большой позитивный доход, потому что инфляция не превышала 1,5-2%. То есть можно было просто держать облигации, получать доход в виде купонов, да, и это, собственно, делают большинство. Даже 10-летние облигации в Германии сейчас дают отрицательную ставку, минус 0,5%. То есть покупая их сейчас, вы ожидаете, что вы не заработаете в течение 10 лет. Десятилетние облигации США очень сильно упали по доходности, и они дают всего 0,6%. Ну, тоже доход, явно не покрывающий инфляцию. К чему это приводит? Это приводит к очень важному моменту. К тому, что облигации перестают быть безрисковым активом. Потому что люди, которые покупают немецкие облигации с доходностью минус 0,5%, по сути, они ожидают, что никому-то их продадут, по крайней мере, с такой же доходностью, а еще и с более низкой. То есть это уже чисто спекулятивный инструмент. И это меняет ситуацию во всей финансовой сфере. Почему? Потому что, как правило, финансовый управляющий держит большую часть портфеля вот в таких вот безрисковых инструментах, которые дают небольшой, но... Сейчас ситуация разворачивается. То есть им приходится более неволе идти в рискованные активы. Просто потому, что здесь они заработать не могут, а там, где они могут заработать, это предполагает некие спекулятивные ставки на дальнейшее снижение доходности и рост цены облигаций. Вот. Поэтому, собственно, мы приходим к ситуации, что в текущих условиях практически на всех рынках акций будет избыточный спрос со стороны инвесторов и покупателей. Что происходит с акциями? Как действительно мы уже обсуждали, рынок акций США, если брать индексы с высокой долей IT-компаний, он практически вернулся на уровне начала года. Здесь это явно видно на синем графике. За счет чего это произошло? За счет как раз вот этих 5-6 крупных сетевых компаний, как Apple, Google, которые, да, действительно падали в момент, в марте, в момент кризиса ликвидности на рынках, но потом также быстро отросли. Так как вот я вам только что сказал, для большинства инвесторов они не видят другого варианта, как уходить в акции, как единственный вид активов, где можно заработать. Другая часть это корпоративная Америка. Вот это тот же индекс США, только он более широкий и здесь нет высокой доли IT-компаний. Вы видите, что да, действительно он упал на 33%. Чего ожидать? Стоит ли вкладываться в акции сейчас? Нужно ли ждать что-то еще? На мой взгляд, действительно, рынки акций, в первую очередь IT-компаний, закладывают сценарий быстрого восстановления в экономике. Этого не произойдет, значит будут разочарования. Поэтому я бы, наверное, закладывался на то, что рынки будут еще ниже, может быть они не протестируют свое дно, но они еще должны спуститься вниз. Потому что в работе падение потребления, они еще непонятны и рынки это не закладывают. Но тем не менее, в любом случае мы находимся в рецессии, эта рецессия не продолжится очень долго, так как нет системных кризисов. Поэтому уже движение рынка акций вниз нужно воспринимать как повод для формирования долгосрочных позиций на длительный горизонт. Есть еще один интересный класс активов, это высокодоходные облигации с рейтингами на уровне от BBB до BBC, условно говоря. Вот этот класс активов, вы видите, что несмотря на то, что это облигации, их цены упали на 22%. Да, это всегда происходит, это корпоративные облигации, они зависят от прибыли компаний. И они падают действительно в момент кризиса так же сильно, как акции. Но с другой стороны, они восстанавливаются гораздо раньше, чем акции. Они прошли только половину пути. То есть рано или поздно они вернутся к своим предыдущим уровням, тем более, что ставки понизились. Значит, стоить они должны дороже, чем те уровни, с которых начинали. Вот, на мой взгляд, это как раз сейчас один из самых интересных классов активов, куда можно начинать заходить. Это можно сделать либо через ETF, у которых много, хороший вариант для частных инвесторов, либо с помощью управляющих банков, которые соберут портфели из таких. Просто цены действительно можно ожидать на горизонте нескольких лет в пределах 80% годовых. Хотел бы поговорить вот еще о чем. Стоит ли вообще брать риск сейчас, когда страшно? Я делал похожую презентацию в ноябре месяце, здесь же на Ханса, и делал такую же таблицу. И тогда основной вывод был, что риск брать не надо. Это из того, что мы сравниваем консервативную стратегию и агрессивную, и сравниваем, насколько мы можем получить увеличение доходности при увеличении риска. Ну, то есть, вот хороший пример, последние пять лет. То есть, видно, что вложение в консервативную стратегию всего на 2% давало меньше доходность, чем вложение исключительно в акции, в агрессивную стратегию. И, соответственно, действительно, в предыдущие годы, в 2018-2019, не было смысла. Ставки падали, цены росли, облигации давали хорошую доходность с учетом риска. Сейчас ситуация меняется. Как я показал, консервативная стратегия с большой долей облигаций вряд ли много заработает, и в лучшем случае покроет инфляцию. Но акции, которые упали, они действительно в течение нескольких лет, это начало следующего цикла, это тот период, когда акции растут максимально. Поэтому, действительно, сейчас есть смысл начинать увеличивать риск. Собственно, мы находимся в рецессии. Инвестировать надо, так сказать, в момент, когда рецессия заканчивается. Я думаю, что это конец этого года. То есть у нас есть вот несколько кварталов, когда надо действительно принимать решения. И в первую очередь, на мой взгляд, нужно идти туда, где минимальные капитальные инвестиции и минимальный уровень долга. Нужно идти туда, в те компании, которые имеют большие сетевые эффекты. Выигрывает от того, что их становится больше. Классический пример – это Facebook. Чем больше людей пользуются этой платформой, этой компанией, тем больше пользу они от этого имеют, и тем дороже компания. И тем больше прибыли она может получить от своих лояльных потребителей. Поэтому вот здесь, по сути, перечислены все компании, которые имеют именно такой профиль. По всех сервисах, то, что происходит сейчас, перенос большинства IT-решений в облако. Этим займутся многие компании сейчас для того, чтобы сэкономить на издержках на своих командах IT и так далее. Интернет вещей – это та вещь, которая будет активно развиваться с появлением нового поколения 5G в мобильной связи. Ну и классические вещи, такие как продуктовый ритейл с высокой дуэлью. Действительно, начали быстро наращивать онлайн присутствие. Они выиграют, и у них есть спокойный потенциал роста. Сейчас сюда можно заходить. Важный момент – это производители контента. Последние 5-7 лет мы были в экономике, где в основном зарабатывали компании на том, что люди проводили свой досуг в интернете, либо не зарабатывали компании, которым приходилось производить дорогие вещи и длительное потребление, такие как автомобили. Этот тренд продолжится. Поэтому сейчас основной спрос в нашей экономике глобальной – это как раз на контенте, на производстве контента. Это студии, компьютерные игры, все что угодно. Вот это будет работать. Хорошие инвестиции – коллекторские агентства. Их прибыль растет в разы, буквально в течение двух месяцев. Есть возможность выкупить дешево портфель у банков, портфель у заемщиков, которые временно плохо платят. Ну и, наконец, в недвижимости. Это скорее должна быть складская недвижимость и логистика. Чего нельзя покупать? Нельзя покупать компании, нацеленные на долгосрочные покупки населения. Ну, авиалиния – это понятно. Это автомобили, это ритейл, не связанный с продуктами питания. Это бренды, такие как ГЭП. Компании, производители сырья. Допустим, для производителей сырья будет хорошее время, но оно будет через полтора-два года, когда начнется новый цикл экономического роста. Торговая и офисная недвижимость действительно сейчас будет в очень тяжелой ситуации именно из-за закрытия большого количества малого бизнеса. Ну и, наконец, банки. Почему нельзя покупать банки сейчас? Потому что, если в восьмом году основная проблема была у банков, сейчас основная проблема у их клиентов. То, что он растет уже третий год – это золото. Для золота ситуация сейчас складывается просто идеальная. Огромное количество новых денег, практически нулевые ставки по всем валютам. То есть, золото превращается в новую резервную валюту. И, соответственно, растет спрос людей на, скажем, этот реальный актив, в то время, как все понимают, что обычные валюты, их, собственно, печатают в таком объеме, под вопрос. Соответственно, я уверен, что золото продолжит расти. В портфелях его доля увеличивается не только у нас, но и у всех институциональных клиентов. Ну и прогноз, наверное, там уровень 2000 мы увидим к концу этой рецессии. Несколько слов о том, как менялись в портфеле клиентов, во что они сейчас вкладывают. Ну, собственно, опять же, я, выступая в ноябре, приводил вот этот график 2019 года. Клиентов была в деньгах, порядка 30%, если вместе с золотом, то до 100%. Ну и практически не было акций. Сейчас, на мой взгляд, самое время это заходить в акции. Наверное, не агрессивно, искать момент входа всегда трудно. Самое лучшее правило здесь заходить планомерно, небольшими объемами, но практически там каждый месяц, каждую неделю. Потому что заходить в акции сейчас комфортно. Экономический цикл роста, и акции будут расти. И, собственно, да, мы увеличили долю золота в клиентских портфелях. Я считаю, что 10, 12, 15% золота на горизонте 2-3 лет. Это очень правильный класс активов. Несмотря ни на что, золото за последние 2,5 года показало большую доходность, чем акции. Ну и в заключении стратегию на 1-2 года. Если полгода, год стратегия была не потерять в кризис, сохранить, то есть стратегия должна меняться. То есть нужно делать ставку на прирост капитала, как я уже сказал, за счет восстановления рынка, акций в момент начала нового экономического цикла роста. Второй момент это получить или зафиксировать сейчас в инвегациях, не в государственных, и рассматривать золото как альтернативный источник ликвидности. Если раньше, буквально полгода назад, денежные средства в долларах давали доходность порядка 1,5-2%, сейчас она будет нулевой, и, соответственно, держать денежные средства смысла большого не будет. То есть это должны быть либо государственные облигации, но они становятся, как я показал, очень спекулятивными, либо золото для которого... Соответственно, как мог бы выглядеть сбалансированный портфель, из каких активов собран мог бы быть с целевой доходностью вот в пределах 8-12%. Я практически про все рассказал. Скажу несколько слов про хедж-фонды. На мой взгляд, это класс активов, который должен быть у клиентов. Сейчас есть возможность заходить даже не с миллионными деньгами в этот класс. Вот. Это вот long-short equity, то есть фонды, которые вкладываются в акции, но при этом хеджированы. Это фонды, которые зарабатывают на волатильности, либо на волатильности, либо на арбитражных сделках. Сейчас для них идеальная ситуация на рынках. Очень высокая волатильность, цены прыгают очень сильно, и расхождение в ценах, оно тоже существенное. То есть таких возможностей для заработка сейчас много. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Буду рад ответить на вопросы после выступления. Спасибо. Большое спасибо, Андрей. Вот, мне кажется, у нас есть один вопрос. Сейчас я попробую. А, нет. Не вижу. Не вижу вопроса. Если есть вопросы, вы можете написать или поднять руку. Тут есть такая функция, поднять руку. Можете ей воспользоваться. А пока наши участники, у нас, кстати, сегодня больше 100 участников, что очень приятно, осваивают эту возможность, я передаю слово Наталье Берековой, ВТБ, Family Office. Наталья, здравствуйте. А потом у нас будет общая дискуссия, еще будет возможность задать вопросы. Спасибо. Коллеги, добрый день. Сегодня я хочу посвятить свое выступление двум темам. Это, прежде всего, риск-менеджмент в изменившемся мире и унификация, приведение в соответствии, если так можно выразить, российского налогового законодательства с лучшими зарубежными практиками. Начать, я думаю, стоит со второй темы. Со второй, да? Как все... Да, совершенно верно. Первый слайд, пожалуйста. Как все мы знаем, недавно были приняты новые поправки в налоговый кодекс, который начинает работать в 2021 году, и которые приносят российское налоговое право чуть ближе к лучшим иностранным аналогам, а именно налог на проценты по депозитам, а также отмена льготы на отсутствие налога по купонам, по корпоративным российским облигациям. И, соответственно, мы можем ожидать, что также и те оставшиеся существенные различия, которые сейчас есть между российским правом и иностранным, также могут быть закрыты. О каких отличиях идет речь? Прежде всего, это отсутствие в России налога на наследство, который сейчас является очень привлекательным элементом нашей юрисдикции. Это отсутствие формализированного в налоговом кодексе резидента России, считают налоговыми резидентами, просто проведя в стране 183 дня, и отсутствие плавающей ставки по налогам как физических лиц, так и юридических лиц. То есть, естественно, никто не говорит о том, что эти изменения обязательно должны быть внецены в налоговый кодекс. Но во многих обсуждениях и прессе они неоднократно поднимались, и часто они становились в ряде... то есть, налог на депозиты и упрощение некоторых существующих кодек. Соответственно, мы можем сделать вывод, что если та ситуация, которая существует сейчас в мировой экономике, продлится достаточно долгое время, и, соответственно, наша родная экономика также будет этим сильно затронута, и то вполне возможно, что эти изменения также постепенно будут уходить. В таких условиях, когда изменения стремится не только экономика, но и право, разумно обратиться к стандартам риск-менеджмента и посмотреть, насколько они идут в ногу со временем. Исходя из внутренней статистики нашего семейного офиса и многих коллег, с которыми я работаю в партнерских организациях, мы можем сказать, что клиенты пересматривают свои структуры с точки зрения их актуальности не чаще, чем один... ...можно сказать, что это недостаточное количество раз, когда их нужно пересматривать. Соответственно, есть смысл делать это чаще, и есть смысл делать то, что мы называем на профессиональном жаргоне налоговым чекапом. То есть, как врачи говорят, есть чекап по здоровью, есть инвестиционный чекап у инвестиционных банкиров и инвестиционных управляющих, и есть налоговый чекап у профессиональных консультаций. Мы рекомендуем клиентам делать чем чаще, тем лучше. Прежде всего, регулярно проводить анализ не только развитленных холдинговых структур, которые у них есть, и которые задействованы в бизнесе, но и посматривать чаще на те юридиции, в которых существуют их компании, которые отвечают за личные активы клиента, так называемые компании-кошельки, или же всем вызовом времени и тем изменениям, которые происходят в законодательстве. Особенно тем изменениям, которые были анонсированы на объятии с поправками в налоговый кодекс, а именно изменениям ставки налога у источника на дивиденды и проценты. Я попросила переключить слайд. Те изменения, которые будут внесены в договоры Российской Федерации о содержании налогового обложения с другими странами, затронут прежде всего и разумно предположить, что они затронут прежде всего те юрисдикции, которые из Российской Федерации идут наибольший поток прямых мотивов. То есть, если мы посмотрим на статистику 2019 года, то, конечно, на первом месте разумеется Ниберланды, Люксембург, Швейцария, в том числе и Сингапур. Соответственно, при анализе тех юрисдикций, которые клиенты используют в своих структурах, есть смысл рассмотреть те юрисдикции, которые не являлись долгое время бенефициарами прямых инвестиций из Российской Федерации или же получили очень небольшой их процент. И в то же время международного налогообложения характеристиками. То есть, всем известны режимы Ирландии, к примеру, которыми пользуются большое количество технологических компаний. И в случае, если клиент уже долгое время имеет некое присутствие в европейской юрисдикции, в Европе, и это реальная компания, считающая реальную деятельность, имеющая сотрудников и офис, в другую часто не составляет больших проблем, если, соответственно, эта компания занимается управлением активов и не имеет большого штата. Также на период, существующий сейчас неопределенности именно с точки зрения того, как будут меняться наши отношения с иностранными партнерами, с которыми у нас в данный момент существует соглашение. Занять выжидательную позицию и рассмотреть более пристально структуры отложенного налогообложения, как российский, так и зарубежный, поскольку каждый из них представляет свой ряд львов, свой ряд преимуществ, такие, например, как закрытые инвестиционные фонды или же семейные фонды, которые можно зарегистрировать по иностранным партнерами. Существенным отличием между этими структурами является то, что российское законодательство, наш кваденалок траста или семейного фонда, а именно запись позволяет все-таки бенефициару контролировать, то есть позволяет создавать инвестиционный комитет, позволяет работать в связке с управляющей компанией и постоянно держать руку на пульсе в отношении того, что происходит с активами, что происходит с денежными средствами. Очень часто есть достаточно громкие прецеденты на этот счет в английском праве, когда российские клиенты так или иначе злоупотребляли контролем в отношении трактов или подобных структур, и, соответственно, это приводило к тому, что структура на официальном уровне теряла свою привлекательность и теряла все те годы, которыми она обладает. Соответственно, также тот вопрос, который подняли сегодня спикеры в отношении наследства, а, собственно, именно того, что наследство и налог на наследство является существующим существенным риск-фактором и проблемой для многих клиентов, потому что известно, что хайнеты и ультра-хайнеты частыми достаточно разветренные семьи, география, присутствие, наследники так или иначе наследники или приемники могут оказаться резидентами иных юридикций, нежели России, юридикций, где в среднем налог на наследство составляет 40% и более. в связи с этим унификация и приведение большей части российских активов под российское структурное решение получать наследство соответственно переплатит по иностранным налоговым статкам. В целом, если судить сложившиеся ситуации, то можно сказать, что у нас появилась некая дорожная карта в связи с тем, что российское налоговое законодательство планомерно, можно сказать, в 2015 году сейчас этот процесс по стопам таких стран, как Великобритания, часть приведения своего налогового законодательства в соответствии с нормами европейских стран, и соответственно мы можем использовать те же инструменты, которые уже были опробованы и на протяжении нескольких лет в этих странах используются, которые были просто ранее не столь релевантны для России, поскольку не решали аналоговая практика. Я думаю, что на этом я завершу свое выступление, я буду рада прокомментировать, ответить на вопросы, если таковые возникнут, либо сейчас, либо чуть позже в личном общении. Наталья, я хотела спросить, а вот этот второй файл, вот вторая презентация? Да, дело в том, что вот когда я рассказывала про фонды и трасты, вот там как раз был файл, вы на меня не переключили. А вот эта большая, ее надо было просто переключать? Да. Она будет доступна в любом случае. Тех, кто захочет ее посмотреть, она будет доступна. есть ли какие-то вопросы, уважаемые участники, к Наталье прямо сейчас? Можно задать, можно поднять руку. Если нет, тогда я просто если у кого-то есть как бы такой общий вопрос нашим уважаемым участникам, как вопрос вот из того, что вы рассказали, да, создается впечатление, что основная проблема это где непогода застала людей. То есть они лишены возможности передвигаться свободно, как в общем это было раньше, у них возникают дополнительные налоговые риски. но есть ли какие-то еще аспекты, которые их затронули, помимо того, что рассказывал Андрей про возможности инвестиций. То есть например есть ли какой-то я не знаю вот например Ричард Брэнсон глава Virgin он сейчас закладывает остров, чтобы помочь своей компании. Может быть какие-то такие кейсы есть у нас когда вот бенефициары как-то используют свое состояние для взаимодействия с компанией, для помощи ей. Вот может быть что-то такое есть. Я думаю что я могу это прокомментировать именно с точки зрения банковского сектора. В настоящий момент банковский сектор ожидает что те физические лица которые являются владельцами как малого среднего так и более крупного бизнеса разумеется а также как они сейчас делают в других странах будут свои личные средства вкладывать в поддержку своего собственного бизнеса то есть это абсолютно логичная мера часто эта мера если например мы говорим о вкладе в уставной капитал не несет никаких налоговых последствий но позволяет бизнесу продержаться до того момента когда все ограничения будут сняты и соответственно мы вернемся к привычному нам ритму жизни то есть в принципе с точки зрения бизнеса это хорошо и скорее это плохо влияет только на банковский сектор но здесь наверное я хотела бы также прокомментировать то что по нашему сейчас опыту непосредственному ряд крупных крупнейших предпринимателей они думают о создании новых структур которые бы позволяли им эффективно получать доходы от бизнеса или инвестировать их в те отрасли которые требуют сейчас дополнительной поддержки и думают на предмет дополнительных договоренностей между партнерами для того чтобы соответствующую поддержку обеспечивать то есть это то что сейчас действительно вот если с юридической точки зрения посмотреть происходит спасибо Диана Андрей Швак может быть с вашей стороны какие-то будут еще комментарии Ну наверное да да вот на этот вопрос наверное каких-то системных комментариев то есть мы все видели большое число таких там в интернете в прессе дискуссии представителей там скажем ресторанного сектора которые говорили о том как собственно у них все плохо и тяжело да соответственно ну то есть вот сложно наверное говорить что кто-то вот как Ричард Брэнсон там закладывает остров да чтобы спасти авиакомпанию таких наверное прецедентов у нас гораздо меньше я думаю частично потому что у нас потребительский ну то есть бизнесов в потребительском секторе такого масштаба как такие были у Брэнсона гораздо меньше поэтому те проблемы которые возникают они пока гораздо меньше я думаю если там лет через 25 если бы мы там общались у нас бы таких прецедентов было побольше ну то есть пока таких запросов нету ну как Андрей Иванов правильно отметил это кризис у нас преимущественно потребительский сейчас и страдают прежде всего бизнесы потребительского соответственно плана и таких крупных бизнесов то есть в России специфика в том что подавляющая масса потребительского сектора закрывается представителями иностранных компаний да у нас есть там собственные отечественные игроки прежде всего в ритейле да который частично был даже ну бенефициаром того что происходит то есть у них каких-то существенных как бы падений как я понимаю нет соответственно сектор именно потребительских товаров у нас отечественных компаний очень мало и поэтому они затронуты очень точечно тот же ресторанный сектор и так далее соответственно как бы все наши самые стоятельные люди играют несколько в другие игры в других секторах которые были да затронуты там как-то же нефтянка и так далее но у них как бы резервы другие соответственно взаимоотношения с государством строится несколько иначе спасибо я тогда буду вопросы зачитывать которые приходят от каких сумм имеет смысл делать закрытый паевый инвестиционный фонд клиенту не знаю Андрей может быть может быть вы ответить да это прекрасный вопрос поскольку да я прошу вас какое время смотрите это хороший вопрос управляющие компании то есть мы и другие крупные управляющие компании на рынке как правило делают закрытый паевый инвестиционный фонд от 500 700 миллионов рублей объясню почему вознаграждение управляющей компании оно строится либо на проценте от тех активов которые есть под управлением либо это какая-то фиксированная сумма в зависимости от того как управляющая компания в самом начале пути оценивает тепень своей увлеченности в процессе в среднем могу сказать что в случае приведенной мной суммы по активам стоимость управления может быть при средней вовлеченности управляющей компании в процесс может составить от 7 до 10 миллионов рублей в год соответственно клиенту нужно очень внимательно считать какие выгоды он получит непосредственно от управления от использования такой структуры как ZPIF именно с точки зрения отложенного налогооглажения и с точки зрения той защиты дополнительных своих активов которые предоставляет управляющая компания и положить это на одну чашу весов а на другую чашу весов положить то сколько он заплатит именно в качестве прямых комиссий и уже тогда принимать решение спасибо большое Наталья тогда вопрос вот именно Андрей Иванов адресованный золото как правило является защитным активом почему вы все-таки считаете что есть дальнейший потенциал роста цены золота похоже что финансовые рынки достигли дна по идее золото уже сейчас должно быть на максимальных уровнях да хорошо я поясню да действительно золото рассматривается как защитный актив но сравнивается не с рискованными активами а с другими защитными активами такими как банковские депозиты доллары евро валютные какие-то депозиты вот и основная основной фактор который влияет на цену золота это процентные ставки точнее даже процентные ставки в реальном выражении то есть разница между процентной ставкой и инфляцией когда у вас процентные ставки низкие а инфляция у вас начинает ускоряться то реальные процентные ставки становятся отрицательными то есть держать например деньги в долларах или в евро под отрицательную ставку в реальном выражении который не компенсирует инфляцию становится неинтересно и люди тогда ищут альтернативу заходят золото вот если вы возьмете допустим кризис восьмого года то золото продолжало расти еще три года даже почти четыре после кризиса причем очень активно несмотря на то что начали расти акции сейчас ситуация именно такая и складывается у нас процентные ставки падают они будут скоро отрицательными через год полтора-два инфляция начнет ускоряться поэтому спрос на золото будет расти поэтому цена вырастет спасибо спасибо большое андрей вот еще вопрос от Марии Соколовой а есть ли шанс что страны которым обратилась Россия за пересмотром ставок налогов у источника сами попросят от Российской Федерации каких-то правок в соглашении о своих интересах то есть воспользуются случаем и попробуют поторговаться за свой интерес есть информация в отношении того что Кипр сейчас рассматривает возможность какие-то альтернативы России предложить и соответственно там ожидается что где-то до 15 июня они выйдут с таким предложением но то есть пока вот информация такая но посмотрим в общем есть ощущение что все-таки Россия и российские налоговые органы они же ожидают доходов в бюджет именно исходя из повышения этой ставки поэтому посмотрим на перспективы вот таких дальнейших обсуждений да давайте я тоже прокомментирую то есть здесь мне кажется вопрос в переговорной стратегии как бы ну как Диана сказала действительно какие соответственно ожидания у обеих сторон то есть прежде всего как бы у России да и насколько серьезно рассматривается возможность собственно разрыва соглашения и соответственно переход в состояние без соглашения да в недавнем соответственно интервью Се Луанов говорил о том что Кипр Мальта Люксембург это первая фаза да и соответственно как бы есть потенциально вторая фаза и мое личное ожидание опять же я там свечку не держал но опять же здесь вопрос в любых переговорах это ключевой момент это лаверич да то есть что ты соответственно как можешь надавить на другую сторону и здесь я ожидаю скорее не то что там каждый из этих стран будет индивидуально пытаться что-то себе выторговать потому что все-таки вес каждой из этих стран индивидуально с российским ну мало сравним а скорее будут играть через ЕС в целом да и пытаться выступать каким-то единым фронтом да то есть тем чтобы там если что-то передоговариваться то включать это в какие-то там другие пакетные соглашения и здесь мне кажется у них может быть больше шкамцев что-то отстоять передоговориться чем пытаться точечно какие-то индивидуальные вещи с Россией переиграть может быть такой заключительный вопрос с моей стороны вот то что Андрей Шпак в начале нашего сегодняшнего диалога упомянул то что вообще вот благодаря из-за вот этой всей ситуации у людей пропала возможность путешествовать так свободно как это было последние 20 лет и насколько может быть может быть вам кажется это приведет к изменению их вообще взгляда на жизнь на инвестиции на то где они вообще и как они планируют дальше жить и так далее и тому подобное то есть вот 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 насколько такие мысли уже витают то есть судя по состоянию загородной то есть по степени степени загруженности загородной недвижимости вокруг крупных городов уже какие-то уже люди поняли что этим летом точно курортный сезон будет проходить вблизи но насколько вам кажется это какая-то долговременная вещь или это все-таки люди ждут что сейчас какую-нибудь вакцину вирус для вируса сделают и все вернется на круги свои и мы дальше будем проводить время жить в Лондоне летом во Францию и Мальдивы и так далее и так далее а в России какие-то активы зарабатывания денег или все-таки люди скажут ну наверное мы рассмотрим возможность того что может быть мы больше времени будем в России проводить и нам для этого надо что-то менять вот такой вот вопрос давайте я наверное начинай это Наталья спасибо большое что ступили меня я исхожу из мнения что большинство наших клиентов хайнетов ультра хайнетов они космополитичны по своей природе и разумеется вынужденное ограничение их свободы может быть воспринято и неположительно соответственно также многие клиенты обратили внимание на то что те лица которые имели резиденцию в других странах будь то второе гражданство либо жилить на жительство все-таки так или иначе получили определенные послабления по возможности перемещаться в страны Евросоюза к примеру и соответственно иметь возможность не быть все-таки привязанным к одному дому поэтому скорее я вижу здесь тенденцию что большее количество клиентов заинтересуется решениями которые позволят им быть уверенными что дальнейшие ограничения их некраснос также в начале нашего диалога был высказан тезис что европейская недвижимость постепенно может потерять часть своей привлекательности для российских клиентов не соглашусь с данным тезисом поскольку сложно говорить о потере привлекательности когда существенная часть клиентов выбирает страны европейского союза для обучения детей часто для получения лечения которые да в государственных и около государственных лечебных заведениях как показала пандемия в Европе все-таки не очень хорошего качества но частные клиники разумеется на уровне соответственно с учетом всех этих факторов очень сомнительно что она потеряет привлекательность и сомнительно что люди все-таки смирятся с теми ограничениями которые сейчас ввелись и будут им следовать спасибо Наталья давайте я тогда продолжу Андрей Шпак ну я просто хотел напомнить о том что мы же пережили уже не один кризис да и мы видим что после каждого кризиса соответственно те кто через него прошел в свою деятельность инкорпорирует соответственно риск того что произошло с тем чтобы его снизить то есть мы как бы помним что кризис да у нас восьмого года был из ну как бы существенно как бы был один риск профиль потому что у компании было много заимствований в долларах мы видим что как бы после этого их стало меньше да мы видим дальше что там после кризиса 14-15 года все там очень сильно перестроились на импортозамещение ориентацию на локальный рынок и я соответственно да как бы я не ожидаю что как бы там все полностью поменяется но я очень как бы уверен что люди вот эти возможные ограничения инкорпорируют принять свое решение если ранее достаточно долго для многих хайнетов была распространенная парадигма что деньги мы зарабатываем в России а живем и тратим за рубежом то вот вот это парадигма мне кажется будет то что называется по-английски более нюанс то есть они как бы и соответственно с одной стороны будет станет понятно что деньги ему надо зарабатывать не только в России но и за рубежом в том числе через нормальное инвестирование да соответственно откладывая инвестируя собственно как бы в экономику западную там те же гугла нет кликса и эпплы а при этом соответственно ожидать что ты будучи там наездами сможешь как бы в случае каких-то серьезных тактилизмов рассчитывать себе на то же отношение которое получают местные жители но как бы этот кризис показал что это немножко наивное как бы ожидание и что этот будет инкорпорировано хайнетами с тем чтобы на случай следующего такого тактилизма было как бы больше опций когда они не были завязаны на одну какую-то конкретную редикс но опять же это мое ожидание мой прогноз он может также не подтвердиться как и другие прогнозы других спасибо спасибо большое Андрей Диана Андрей может быть вы еще добавите что-то давайте на самом деле мне просто наверное хотелось бы сказать что в действительности нам еще наверное к сожалению довольно долго встречаться онлайн и вот в этом сегменте мы видим что и в принципе и все будут двигаться вперед и цифровизация будет ускоренным темпом происходить и мы понимаем что наверное с точки зрения жизни людей с точки зрения и того как они ведут бизнес и того как они будут стремиться как дети их будут учиться даже в лучших университетах мира скорее всего это все-таки будет некая другая модель сейчас мы уже получаем некие фидбэки от клиентов что несмотря от тех клиентов которые раньше предпочитали все любой вопрос обсуждать у себя в кабинете если данное лицо находилось в другой стране то тогда в другой стране и не использовали средства коммуникации дистанционные они уже ощутили гибкость и эффективность во многом и такого способа поэтому наверное наша жизнь она все-таки там и жизни клиентов состоятельных клиентов она сильно поменяется в ближайшие месяцы и даже и надеюсь мы будем планомерно из этого кризиса гуманитарного именно выходить так же как и другие страны другого пути нет но это будет происходить медленно и люди будут конечно наверное иметь некий некий релактанс в отношении инвестирования в зарубежную недвижимость и будут хорошо пытаться продумывать свои сценарии связанные именно с таким трансграничными вещами как с инвестициями с бизнесом так и с личными планами с другой стороны мы видим другую особенность но она какая-то может быть такая обусловлена именно текущей ситуацией и сложностями у тех кто сейчас попал как предприниматели в сложную ситуацию поскольку они находятся например в сфере ритейла либо там сдают в арендовой площади они более пессимистично пессимистично настроены естественно да и занимаются сейчас наверное тушением пожара который возник там в связи с этой ситуацией и этот пессимизм конечно ведет к тому что ощущал потребность но не то что потребность но у них были мысли о том чтобы сменить резидентство и как-то по-другому дальше выстраивать свои увлечения в том числе в области предпринимательской деятельности они могут к этим планам вернуться но конечно прогнозы в этих обстоятельствах делать довольно сложно то есть я бы сейчас наверное бы не ссылалась ну на мой взгляд на опыт решения которые будут принимать люди они не только в экономической плоскости находятся многим сейчас приходится принимать решения и просто в части исключительно там жизненных ситуаций и в части заботы о семье там о своих родственниках и конечно это то что будет влиять и в дальнейшем на там поведение людьми и в экономическом смысле и в целом в общечеловечество давайте тоже пару слов скажу собственно я хотел немножко про другое тоже сказать многие собственники бизнеса сейчас начинали в 90 и как раз они подходят к тому периоду когда им надо принимать действительно большие решения где они будут жить где будет жить их семья что делать с бизнесом вот я думаю что вот текущая ситуация для многих подтолкнет к решению где их основное место жительства почему потому что ведут сейчас достаточно много жестких ограничений здоровья здоровья еще что-то делать то есть это сильно затруднит вариант такого вахтового метода которым многие жили бизнесмены вот и плюс изменения в налоговом законодательстве тоже стимулирует к тому чтобы они действительно принимали решение где они хотят жить дальше вот в связи с этим я действительно думаю что многие примут решение либо они уже окончательно переезжают за рубеж вот либо они как бы остаются без долгосрочных планов их семей все спасибо вопросов у нас больше нет я я так понимаю что презентации были настолько всеобъемлющими что на все ответили я бы хотел поблагодарить наших замечательных спикеров это Диану Каляеву Наталью Берякову Андрея Шпак Андрея Иванова мы очень рады и благодарны что у вас была возможность к нам вот в таком онлайн формате присоединиться спасибо нашим участникам мы в ближайшее время на email и пришлем доступ к презентациям будем рады вас снова видеть большое спасибо и хорошего дня да спасибо спасибо большое спасибо большое будьте здоровы берегите спасибо Евгений спасибо 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 спасибо